Продолжение магизма. Такой вопрос из Санкт-Петербурга Борис нам задает. Батюшка, часто сталкиваемся с некой магической составляющей в православии, когда в каком-то определенном случае советуют молиться какой-то определенной молитвой или перед какой-то определенной иконой. Вопрос. Имеет ли значение, перед какой иконой и какой молитвой мы будем молиться? Откуда это появилось и как это объяснить? Конечно, не имеет никакого значения. Перед какой иконой человек молится, или вообще переиконной молится, или без иконы. Это никак не отражается. Но, например, нам известно, вот завтра память у нас святителя нашего Митрофана Воронежского. Он не сразу стал монахом, а в 40 лет, когда он довел. К этому времени у него был сын, уже достаточно взрослый. И вот он хлопотал о нем, об его устройстве на службу. И это у него вышло. Мы об этом знаем из жития. И вот, например, если есть некий человек, ну, допустим, какой-то православный, ну, допустим, банкир. А у меня сынок выучился на бухгалтера. Я звоню этому банкиру, говорю, слушай, не возьмешь моего сына как себе на работу? Он парень честный, православный. И вот на бухгалтера выучился. Он говорит, давай, возьму. Это у меня ходатайство. Но даже походатайствовать может и Митрофан Воронежский. Поэтому люди, когда узнали, что он хлопотал о своем сыне, стали ему молиться об этом. Ему Митрофан Воронежский, чтобы он тоже походатайствовал. То есть не у всех есть банкиры знакомые. Или там какие-то вот учреждения, где требуется бухгалтер. А прям непосредственно Митрофан Воронежский все устраивалось. И стали ему молиться. В этом нет ничего такого плохого. Ну, и теперь вот сейчас, когда мы настраивали аппаратуру, В это время я пошел в ту комнатку, где предполагается, что там будет заниматься один человек. Этот человек занимается исследованиями житий новых мучеников. Еще не прославленных. И я там вот слышал, дырелью сверлил. Я там повесил икону новых мучеников. И что? Там будет себе человек, который этим занимается. Я ему повесил икону. Чтобы он превзглядит на эту икону, не забывал бы. Ну, что ж такое финалок. Не забывал бы о них молиться. О тех людях, которых этот человек старается потрудиться, чтобы прославить. Молиться тем, кто уже прославил. То, что очень часто человек не прославлен, а прославлен с ним вообще на одних нарах сидел. Такое тоже бывает. Поэтому вот очень уместно. И в этом нет никакой магии. Просто церковь – это ведь собрание людей вокруг Бога. Среди них есть те, которые живут на земле. Есть те, которые живут на небе. Есть те, которые в преисподней. Мы все вместе. И мы можем друг о друге молиться. Так же и с иконами, например, Пресвятой Богородицы. Ну, известно, что народ молился перед иконой Казанской. Например, войско наше, когда император Наполеон напал на Россию. Известный факт зафиксирован. Поэтому кто на нас нападет и в другой раз, и во время германского нашествия, тоже люди вспомнили об этом. Не так-то много времени прошло. И Казанской опять молились. Многие даже приходили в Петербурге, в музей атеизма, который устроили большевички в Казанском соборе. И там молились в память о том, что вот этот собор, именно Казанской, был возведен после победы над Наполеоном. Так что тут никакой тут магии нет. Другое дело, что сам человек может проявлять к этому магические отношения. Какое-то специфическое. Ну, вот, собственно, наше дело священников просвещать людей таким образом, чтобы вот это самоотношение у человека ушло. Потому что это, конечно, неправильно. То есть, если человек забыл молитвослов и не помнит наизусть всех молитв, ему достаточно попросить Господи помилуй меня грешно. Да можно просто Господи помилуй. Пресвятая Богородица, помоги нам. Да. Ну, хотя, трудно себе представить человека, который забыл бы Богородица Деворатусе. Если он когда-то знал, конечно. Да нет, что делать. Ну, следующий фактор.